Мадам, вы не знаете, почему эта площадь называется Сталинград? Нет. М需, почему эта площадь называется Сталинград? Не знаю. А вы? Совершенно не знаете? Нет. Ну, спасибо. Что? Почему эта площадь называется Сталинград? А, город Сталинград? Не знаю. Я живу здесь 50 лет, а почему так площадь называется, я не знаю. Ну, спасибо. Слушай, друг, а почему эта площадь называется Сталинград? Ну, это в честь битвы под Сталинградом. Не знают. Я знаю. Большой человек, который погиб там, в Сталинграде, это в его память. Вот так. А вы, мадемуазель, знаете, почему эта площадь называется Сталинград? Нет. Месье, вы не могли бы ответить на мой вопрос? Смотря на какой. Это площадь Сталинграда? Да, мадам. А почему она так называется? Ну, это в честь войны 40-х годов. После взятия Сталинграда и войны 40-го года. То есть войны, которая была за войну 40-го года. Значит, в Сталинграде был Сталин, который был назначен маршалом русской армии. И потому в награду за войну, в благодарность, то есть, вернее, после войны, я хочу сказать, вот, битва. Да-да, битва под Сталинградом. А потом свобода и после освобождения, в память этой битвы, так называется площадь. Спасибо. Не стоит. А вы, вы не знаете, как называется эта площадь? Мы не здешние. А вы, мадам, как называется эта площадь? Это Птижерас. Нет, это площадь Сталинграда. Да, Сталинград. А почему она так называется? В честь освобождения. А вы? Да-да-да, в честь освобождения. Потому что Сталинград это город в России. А почему так названа площадь? О, если б я была так образована. Вот так мы и будем в разных городах, на разных языках, задавать свой вопрос. Мы будем вглядываться в лица людей, будем вслушиваться в их ответы. Нам кажется, что таким образом можно многое узнать о людях, о их памяти и о мире, в котором мы все живем. Это кафе Сталинград. А это его хозяин. Мы зашли сюда для того, чтобы спросить его, почему он так назвал свое кафе. Будьте любезны, месье, ваше кафе называется Сталинград. Это название выбрано вами? Нет, нет. А кем же? Я здесь примерно 14 лет. Название выбрал мой предшественник. Но вы его все-таки сохранили? Да. Я думаю, что так назвали кафе после того, как названо метро. Здесь и метро, и площадь так называются. А что означает это слово лично для вас? Для меня, как и для всех людей моего поколения, это память о Сталинградской битве, которая действительно была героической. И которая стала поворотным пунктом всей войны. Это действительно так. А дела у вас идут хорошо? Да, довольно-таки. Мы желаем вам больших успехов. Благодарю, мадам. Это большая историческая битва, мадам. Сталинград защищал генерал Жуков, а потом он брал Берлин. Генерал фон Паулюс был окружен войсками Еременко и Рокоссовского. А Геринг сказал, когда Сталинград был окружен, что он собирается доставить сюда 300 тонн боеприпасов в день. А Гитлер рассердился и послал туда фон Бока, чтобы тот прорвался в Сталинград. А генерал фон Бок, не будь дураком, послал туда фон Мангштейна. Ну, они так и не смогли взять Сталинград. Благодарю вас. Недалеко от кафе находится станция метро. Она тоже называется Сталинград. Так вот, Наполеон, Сталинград, может, это совсем не так. Но я думаю, что Сталинград, Наполеон, Поражение. Очень образованная девушка. Военный. Почему это метро называется Сталинград? Нет, он не знает этого. Да, Сталинград это город в России. Самая далекая точка, до которой дошли немцы. А сколько вам лет? Вчера исполнилось 16. А почему вы так все хорошо знаете? Я интересуюсь войной 40-х годов. А кем вы хотите быть? Хочу стать врачом. Спасибо. Спасибо. Да, это победа под Сталинградом, русских над немцами. А когда это было? В 1943 году. Спасибо. Нет, я не знаю. Но эта штучка связана с войной. Какая штучка? Ну, битва в России. Не так? Ну, что вы спрашиваете? Я же вам правильно сказал. Спрашивает еще. Обиделся. Не помню. Что ж, может, это не обязательно для всех. Но почему так грустно и тревожено? Молодые еще, понятно. Но вы, неужели вы все забыли? Неужели это можно забыть? Это торговый центр Ковинты. Сейчас он выглядит особенно оживленным. Приближается Рождество, и люди приобретают праздничные подарки. Играет оркестр религиозной армии спасения. Собирается пожертвования в пользу бедных. Обычный предпраздничный день. Сталинград? А, это, по-моему, Санкт-Петербург. Нет, я спрашиваю не о Петербурге. Там есть Красная площадь. Я думаю, там есть мемориальная арка. Я не знаю. Это очень большой, очень многолюдный, важный город. Это было во время Второй мировой войны. Сталинград был очень разрушен. Там были большие события и потрясения. А по этому поводу у нас проводилась Русская неделя. Я не знаю, что вам сказать. Как раз сейчас мы изучаем это в школе по русской истории. Как раз сейчас. Сталинградская битва была в то же время, что битва при Эль-Аламене. Русские солдаты проявили там большое мужество и храбрость. Это была большая и славная победа. Поворотный пункт войны. Я видела несколько фильмов по телевидению. Это очень красивая страна. Это все, что я знаю. Я знаю о Ленине. Я о нем читала. Было бы очень хорошо, если бы к нам приезжало больше рабочих из вашей страны. Действительно, по радио и телевидению мы часто слышим такую ложь о вас, что нам самим необходимо встречаться. Мы, конечно, не можем себе этого позволить. Так что приезжайте сами. А вы знаете о Сталинграде? Разрешите мне задать вам вопрос. Правда ли, что из России были высланы все католики и протестанты? Нет, это, конечно, неправда. Что вы знаете о Сталинграде, скажите, пожалуйста? Да. Когда русские солдаты восстали в 1917 году, потому что в России было тяжелое положение, русские показали, кто они есть. Мы не верили в ваш успех. Но вы и победили. Я не русский. Я кокни. Простой человек. И к тому же я верующий. Вот что я хотел бы у вас узнать. То, что я читаю в нашей прессе, всегда противоречиво. И поэтому я всегда... Да, да, да. Я всегда затрудняюсь понять, что происходит в России. Что вы там толкуете о 1942 годе? Скажите, что вы делаете теперь. Это спикерс-корнер в гайд-парке в Лондоне. Уголок ораторов, где каждый, кто хочет высказаться, может найти себе слушателей. Или, в крайнем случае, обойтись без них. Здесь можно говорить что угодно, критиковать кого угодно. Разумеется, кроме ее величества королевы. Сейчас спор идет о нашей стране. Послушаем его. Они начали как социалисты. Это я могу понять. А теперь там нет никакого социализма. В нашей стране и в Америке и то больше социализма, чем у них. Одну минуточку. Вы считаете мистера Вильсона социалистом? Мы не будем касаться главы правительства. Ну, хорошо, хорошо. Он глава правительства. Он глава государства. И что же? Он социалист? Какой социализм здесь, на Западе? Вицемерия. А у них есть система свободы? О какой системе свободы вы так беспокоитесь? Я могу поехать, куда хочу. Свободу путешествий вы называете свободой? Да, два года назад я съездил в отпуск в Америку. Капиталист? Почему? Почему? Я работал весь год. Накопил себе деньги. А потом использовал свои деньги на путешествия. Могу я это сделать в России? А почему бы и нет? А я скажу вот что. Когда Гитлер пришел к власти, мистер Черчилль сказал, что у нас наконец появился оплот в борьбе с проклятыми коммунистами. А потом он забыл, кто такие коммунисты. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что у людей короткая память. Более четверти века уже нет Гитлера. Многое изменилось с тех пор в Германии. И Гамбург выглядит по-другому. Этим господам не до нас. Молодой папа. Он знает, что такое Сталинград, но он не знает, кто мы. Немцы, англичане, русские. Поворотный пункт всей войны. Сталинград? Нет, конечно, не знаю. Спасибо. А это немецкая дорожная полиция. И прежде всего она указывает на то, что наш автобус стоит не на месте. Хорошо, мы поставим его на место. А теперь ответьте нам. Знаете ли вы, что такое Сталинград? Сталинград, да. В связи с чем? В связи с мировой войной. Можете ли вы еще что-нибудь сказать? Я не знаю, что вам сказать. Я только знаю, что я не могу задерживаться. Я в униформе, вы должны меня понять. Хорошие девочки, правда? Я очень наивный человек. И меня всегда интересовала только собственное я. Только собственное я. Простите, можно вам задать вопрос? Знаете ли вы слово Сталинград? Не знаю. Спасибо. Ох, что-то трудно в это поверить. Вот он действительно ничего не знает. Второгодник. И эта очень миленькая девушка тоже ничего не знает о Сталинграде. Неужели так ничего и не знает? Неужели ничего не слыхала об этом? Нет, слыхать-то она, конечно, слыхала. Там было что-то во время войны. Но что именно, она сказать не может. Простите, можно задать вам вопрос? Да. Знаете ли вы, что такое Сталинград? Да, конечно. В связи с чем? В связи с чем? Боже мой, там, например, погиб мой отец. Я хочу спросить у вас, что вы связываете с понятием Сталинграда? Это большая битва под Сталинградом. Спасибо. Сталинград это великая веха в Великой Отечественной войне Советского Союза. Спасибо. Вы имеете в виду битву под Сталинградом? Да. Это была битва во время Второй мировой войны. Спасибо. Что вы связываете со словом Сталинград? Битва под Сталинградом с ноября 1942 года по 5 февраля 1943 года, которая закончилась абсолютным и окончательным уничтожением фашистской армии. Спасибо. Кого в то время вы считали виноватым в смерти вашего мужа? Ну, конечно, Гитлера. Он затеял эту войну. Ясно было, что эту битву невозможно выиграть. И надо было капитулировать. Но он был безумец и продолжал сражение. Спасибо. Спасибо.